Приветствую вас, и вы знаете, тяга на языке таких вот достаточно низкоуровневых по духовной составляющей отношений означает, что вы не даете мужчине того, что ему нужно. То есть вы не заряжаете его энергией, которая ему нужна, например. Ну, так или иначе. Просто вот не даете ему этого вы. И мужчина, соответственно, не получая от вас какой-либо подпитки, не получая от вас так называемого эффекта, просто-напросто не видит смысла быть с вами в отношении. Другой вопрос заключается в том, на самом деле, а должны ли вы давать ему какую-то подпитку? То есть вообще такие отношения принято называть зависимым, вообще-то говоря. То есть отношения, в которых люди как-то вот дают что-то друг другу, да, и нуждаются в этом, нуждаются в этом. Да, отношения зависимы, что ли. И такие отношения, они достаточно редко, ну, дают что-либо. Поэтому я бы вам настоятельно рекомендовал бы, ну, наверное, в первую очередь обратить внимание на то, для чего вам мужчина, да, то есть, ну, зачем он вам нужен, почему вы хотите, чтобы человек обязательно обратил на вас внимание, да, вот, и зачем вы хотите его, скажем так, ну, привлечь, допустим, к себе. Особенно, если он уже сказал о том, что, ну, вы, вы, вы ему неинтересны. То есть он как-бы уже обозначил, обозначил как-бы эту позицию, вот. То есть тут у меня вопрос, вот, именно, к вам, скорее. То есть если вы нуждаетесь в чём-то, в нём, например, да, то есть вы нуждаетесь в мужчине, или, например, боитесь от сапсона или что-то ещё такое в этом духе, вот, что... С этим нужно работать. С этим нужно работать. Отдельно. Потому что это может создать серьёзные проблемы при, ну, при выстраивании отношений с мужчинами вообще. Вот. То есть вот так вот. Значит, надеюсь, что именно на вас, именно на ваш вопрос я ответил. Хотя не буду скрывать, в некотором смысле вопрос мне показался таким, немножечко странным. Да, то есть, ну, в плане того, что, ну, мужчина сказал, что не хочет, да, не хочет с вами быть. Вот. Если вы его любите, если он вам дорог, то по какой причине вы не можете принять его выбор, да, его решение, вот, и так далее. И не было, не было, не является ли то, что вы вот чувствуете, да, то, что, ну, то, о чём вы переживаете, не является ли это свидетельством, опять же, того, что у вас имеет место быть зависимость от мужчин. Если это так, то вам нужна помощь. Вам нужна помощь. В раскрытии зависимости. Потому что, не в избавлении от неё, да, а именно в раскрытии. Потому что, ну, только так вы сможете обустраивать адекватные отношения с людьми. При этом не испытывая каких-то серьёзных потрясений, если отношения не получаются. То есть, да, конечно, вам, безусловно, будет неприятно, да, но это нормальная история. Вот. Нормальная история, когда неприятно. Но, согласитесь, это совсем не то же самое, когда, вот, как сейчас вы хотите, чтобы человек вернулся обратно. Понимаете? Решать вам в любом случае, я надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что вы сделаете выводы, а, значит, для себя. Да, ну, и примите, примите решение, ээээ, хорошо, эээ, ну, примите решение что-то делать дальше. Вот. То есть, как бы, примите решение, ээээ, корректировать своё поведение. Вот, соответственно, всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!